Всем привет, меня зовут Ник, я админ сайт linkstudioedition.ru И сегодня я хочу вам рассказать о плагине, который называется Spice Master Pro от компании Pixelan Этот плагин работает не только в Sony Vegas, но и в Adobe After Effects, в Premiere, в Avid Studio и в CorelDRAW Где его можно взять? Его можно взять на официальном сайте Pixelan, он называется pixelan.com Вы там можете скачать, посмотреть демо-версию и примеры, где все это можно найти А также меня удивило то, что есть Pixelan, который работает в Moomaker Но нам нужен обычный Spice Master Pro-версии, ну или FX обычный Итак, ладно, начнем Придем в Vegas, начнем сразу работать Создадим две видеодорожки и кинем два файла То есть вот первый верхний и второй Но они будут отличаться Просто кидаем без всяких там наложений Просто вот так вот кинули Вообще, Spice Master плагин Это плагин для создания очень органичных переходов Который вы можете изменять, редактировать и создавать даже свои Итак, чтобы начать в нем работать, мы должны найти во вкладке VideoFX Spice Master Либо во вкладке Transition также мы можем найти Spice Master Это в принципе без разницы И кидаем сюда на верхнюю видеодорожку После того, как мы кинули, мы должны проверить Не стоит ли у нас зажатый Sync курсор Если стоит, то мы должны его выключить, как здесь у нас предупреждают После того, мы должны поставить наши ключи на таймлайне Так, как у нас будет идти сам переход Допустим, я хочу, чтобы мой переход начался на 15-й доле секунды И закончился где-нибудь вот здесь вот в конце Создаем новый ключик И потом уже после того, как мы создали новый ключик, проверяем то, что мы на нем стоим То есть вот белый ромбик еще внутри И нажимаем Open После того, как мы нажали Open, у нас открывается окно редактирования вообще этого Spice Master То есть его настройки функции Здесь мы видим окно превью Окно таймлайна Окно выбора Spice, то есть частиц И редактирование самих частиц Настройка также И окно сохранения Итак, для того, чтобы начать в нем работать Мы должны выбрать частицы Для этого нажимаем на верхнюю кнопку, где написано Choose Spice File Нажимаем И здесь мы видим очень много папок С разнообразными частицами и переходами Допустим, выберем какой-нибудь, не знаю Очень органичный переход в виде облаков Вот, и если мы здесь посмотрим Здесь и правда такие вот облака идут И если мы нажмем, допустим, стандартно Нажмем Apply Current Settings на зеленую галочку То наш переход автоматически применится к нашему видео Если мы посмотрим, мы будем видеть то, что у нас Идет вот такой вот переход Но мы можем сделать их более органичными Также, конечно, можем оставить их в виде облаков Но мы можем сделать их более органичными Для этого зайдем также в EventFX Нажмем на наш последний ключик Нажмем Open И здесь уже в настройках самих частиц В настройке, допустим, Dead Глубины, мы уже настроим более органичный переход Для этого мы можем поиграть с этими настройками Кстати, если мы нажмем на вот эту вот лампочку Мы видим список пресетов Которые мы также можем выбрать Допустим, выбираем Pillow 2 И, как мы видим, у нас переход стал более такой выпуклый Более живой такой получился Если мы нажмем ОК То также они применяются, эти вот настройки Кстати, да, сейчас я отключу вот эти вот темные поля Чтобы наш переход туда не заходил Для этого я изменю Aspect Ratio на 16.9 И изменю здесь тоже на нижнем виде Так, вот Мы видим здесь то, что вот переход стал более объемный Еще мы можем, допустим, добавить границу и некоторые другие настройки Также перейдем опять в настройки этого плагина И изменим показатель Border на какой-нибудь там огненный Также, если мы нажмем на лампочку Мы будем видеть то, что здесь у нас есть пресет Допустим, поставим на Multicolor 2 У нас будет такой более огненный переход Нажмем ОК Вот, мы будем видеть такой эффект плавления Ну это все, конечно же, пресеты Но никто не говорил, что эти пресеты нельзя изменить Вы, конечно же, можете в настройках этого пресета Всегда поменять цвет Достаточно вот тыкнуть по вот этим квадратикам Здесь поменять цвет, допустим, на черный А здесь вот на желтый, допустим, на белый И последний на синий У нас будет такой эффект разряда И, естественно, здесь можно поменять бордеры Тип Вообще, как это все будет идти На более рваный я поставлю Где-то вот на такой вот То есть, вот мы видим Очень такой красивый получается Также в текстуре мы можем настроить Да, здесь есть пресеты Как вы уже поняли Но здесь Вот здесь много очень пресетов Всяких разнообразных Вот, кстати, все удалим Но можем также все вручную настроить Размер X, Y частей Сглаженность И сглаженность при движении И, естественно, гладкость Гладкость, размытие И можем изменить также тень и свечение Тоже есть пресеты Можем поставить, где именно будет светиться Под первым, под вторым клипом Везде, то есть с двух То есть вот граница Да, кстати, если мы откроем вкладку PIP То есть Picture in Picture То мы можем настроить здесь хороший переход Но я дальше немножко Я дальше об этом расскажу Да, и вот он, кстати, таймлайн Мы здесь можем изменять Как вообще у нас будет идти переход Если мы здесь посмотрим То мы вот будем видеть Как вообще весь экран заполняет Вот эта вот жижа С помощью Priority Choices Мы здесь можем настроить Где именно у нас И как именно будет все это идти То есть в какой части у нас будет появляться переход сам Настройки Вот эти вот сбоку Чуть справа Это у нас инвертирует Нашу картинку Как мы видим Черное в белое Белое в черное Инвертирует по горизонтали и вертикали Справа слева Ну это сброс настроек Вот он сверху И центрирование А с помощью вот здесь Вот на этом таймлайне Мы можем настроить Соотношение Этого перехода То есть линейную зависимость Можем построить обычной линией Потом более Более гладкую Такую easy in Скорее Ну или построить Конечно самому То есть добавить ключи Методом нажатия Левой кнопкой мышки И как-то вот Построить вот такие вот Вот такие вот страшные вещи Нажмем ok И теперь мы видим То что у нас будет переход Такой более электрический Вот заполнение экрана Вот такой вот Да и кстати Еще один плюс Есть в этом эффекте То что вы можете Использовать свои Личные переходы То есть нарисовать Это допустим В фотошопе Либо взять какую-то Уже готовую картинку Либо вы можете Нажать допустим Edit Add Spice Добавить также Папки Либо открыть Любой графический редактор Например Фотошоп Создать здесь Новую композицию Вот я залью все Черным цветом И применю Какой-нибудь эффект Допустим Render Different clouds Несколько раз Вот так вот А потом Применю эффект Film grain Без грейна Но с максимальной Интенсивностью Окей Ну в принципе Ладно Оставлю так И мы его сохраняем В любой принципе Графический формат В любом случае Стандартный их Родной Это TIFF Вот поэтому можете Допустим Сохранить также в TIFF И нажать My2 Потому что первый Я уже сохранял Ну My1 пускай будет Сохранить Еще раз нажмем Окей Теперь мы открываем Sony Vegas Нажимаем Choose Spice И в папке Ее Custom File Кстати Все эти Все 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 эти картинки Сохраняются В папке Pixel Lines Spice Master 2.5 Spice Master В папке Your Custom Files Выбираем My1 Вот И мы здесь Видим то Что вот такой Вот здесь Переход С моими частицами Которые только что Я нарисовал В фотошопе Вот с помощью Вот таких вот Вещей Вы можете создать Хорошие переходы Как-то вот Настроить их Ну в принципе Работать с ними И создавать Красивые Эффектные Переходы Веселить Друзей Себя И делать Таким образом Красивое Видео С помощью Плагина Spice Master 2.5 Ладно В любом случае Заходите на мой сайт Смотрите обновления С вами был я Админ сайт AnikStudioEdition.ru Всем удачи Всем пока